Накануне святейший патриарх Московский Евсея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Храме Христа Спасителя в Москве. В этот день его святейшеству исполнилось 73 года. В богослужении приняли участие предстоятели и представители поместных православных церквей, сонм, архипастерей и духовенства Русской Церкви. На нашем телеканале шла прямая трансляция богослужения. Этот год отмечен в жизни предстоятеля Русской Православной Церкви особой памятной датой – 50 лет пострижения в монашество и служения в священном сане. Накануне дня рождения патриарха с этой датой поздравили наместники и настоятельницы ставропегиальных монастырей. Сам день рождения его святейшества отметил служением божественной литургии. Святейшему патриарху сослужили постоянные члены Священного Синода, в богослужении участвовали архиереи и духовенство поместных православных церквей, наместники ставропегиальных монастырей и столичное духовенство. За богослужением были совершены особые прошения о здравии святейшего патриарха Кирилла. Дашь благость твою ныне честь твоему, рабу твоему, святейшему патриарху Кириллу, и исполни благая желание его, мирно же и тихо в здравии и долгоденствии вся дни его соблюди. На малом входе епископ Воскресенский Дионисий был возведен в Сан-Митрополита. На основании присвоения звания почетного доктора Хонорис Кауса Санкт-Петербургской духовной академии и иерарх сербской православной церкви епископ Бачский Ириней был удостоен правоношения докторского креста. После литургии от лица Священного Синода патриарха поздравил митрополит Крутицкий коломенский ювеналий. Ваша жизнь всецело посвящена Творцу и Промыслителю всячески. Облегшись в броню праведности, обув ноги, в готовность благовествовать мир и взяв меч духовный, вы неустанно свидетельствуете ближним и дальним о преображающей силе православия «Словом и делом подаете архипастырям и пастырям пример ревностного служения царю славы». Патриарх Кирилл обратился к прихожанам с первосвятительским словом, в котором отметил, что расколы и противоречия, которые в последнее время создают трудности в сохранении единства православной церкви, являются инициативой не поместных церквей, а политических сил. Я хотел бы поблагодарить весь наш епископат, духовенство, верующий народ за ту огромную поддержку, которую я сегодня испытываю, принимая очень непростые решения, касающиеся уворочевания тех расколов, разделений, противоречий, которые в последнее время создают огромные трудности для сохранения единства православной церкви. «Вот и сегодня то, что мы видим, уверяю вас, это не инициатива церковных лидеров. Это инициатива внешних по отношению к церкви сил». Предстоятель отметил, что почему-то некоторых политических противников России всегда очень беспокоила русская церковь. «Мы знаем, что были установки даны на то, чтобы поссорить русский православный мир с греческим православным миром. Поэтому то, что мы сегодня видим, это не результат инициатив, проистекающих от церквей. Это результат того, что какие-то церкви не сумели выдержать давление. О чем мне предстоятели церквей прямо и говорят». Его святейшество выразило надежду на то, что расколы скоро прекратятся, и призвал всех верующих укреплять единство веры. Это та сила, по словам патриарха, которая способна сопротивляться попыткам извне разделить вселенское православие. По окончании богослужения в Храме Христа Спасителя состоялся прием в честь дня рождения Его святейшества.